Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях певец, поэт, композитор, президент международного фестиваля «Венец шансона» Геннадий Лист. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Расскажите, как прошел ваш фестиваль, любимый «Венец шансона», который состоялся 10 июня. Расскажите немного об организации, о том, сколько было участников, откуда они приехали. Во-первых, здравствуйте всем. Действительно, фестиваль прошел 10 июня, очередной фестиваль, пятый, юбилейный. Ну, как всегда, у нас были гости отовсюду, были гости со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Это были люди из Германии, из Казахстана, из Ангушетии, ну и из самых дальних точек нашей России. Как выбирается победитель из года в год? Ведь наверняка есть жюри, и как они оценивают исполнителя? Ну да, конечно, в общем-то, нового сейчас пока еще никто не придумал. Да, конечно же, у нас был состав жюри 7 человек, все, в общем-то, известные люди. Вот, ну, как и в кругах шансона, так и просто, как бы, продюсеры музыкальные, руководители студий. Ну вот, по критериям, в общем-то, критерии просты. Это исполнительское мастерство, это, значит, поэтические, артистические данные. Ну вот, ну и опять же, мы смотрим, как конкурсанты принимают зрители. У вас определились победители. Давайте прежде чем скажем о том, кто это, немножечко откроем за весу тайны, что вот им дает эта победа и первые призовые места гран-при, да, в вашем фестивале. На что они могут рассчитывать дальше, получая призы вот такие вот? Ну, что дает? Звание дает, потом опять же это общение. После нашего фестиваля многие люди начинают образовывать какие-то совместные проекты, это знакомство. Ну, или по-русски говорят, это тусовка очень хорошая, да. Это много дает, как бы, в жизни достаточно такое интересное, серьезное продвижение в будущем. Давайте перейдем, может быть, уже к призерам, к победителям вашего фестиваля. И начать надо, наверное, с приза зрительских симпатий, конечно же. Раз мы много говорим о зрителях, кто же нас вузовоевал? Да. Приз зрительских симпатий у нас получил некий Ильяс Сидиков. Мы с ним познакомились, в общем-то, в социальных сетях. Вот, он мне написал, я послушал. Этот человек, ну, в общем, как бы такой, незурядного такого, значит, характера, что ли, так можно сказать, да. Да, бывший музыкант, он уже в солидном возрасте, да. Сейчас он живет в Ивановской области, в каком-то там, таком, глухом селе. И вот ему очень захотелось поучаствовать в нашем фестивале. Он очень захотел к нам приехать, да, но, видимо, по каким-то причинам финансовых неурядиц он, конечно, не смог, но он нашел себе спонсора в лице своего, как бы, руководителя. Вот, руководителям он помог, он работает плотником, там, в каком-то, там, предприятии. Ну, вот, никто не ожидал, конечно, что вот именно так его зал воспримет. Давайте посмотрим. Вот так вот мы жили, свадьбы нас роднили, музыкой и песней до душой. Да, 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 господа, музыкой и песней до душой. Песня действительно замечательная. И, главное, музыкант исполняет ее сам под гитару. Еще, добавок ко всему, не все, наверное, у вас так выступают. Некоторые приезжают, конечно, да, но вот этот человек просто собрался, взял с собой гитару, и вот приехал, и вот выступил, и покорил весь зал. Угу, вы как, рукоплескали прям? Да, даже, я сказал бы, что даже стоя. Да вы что? То есть это стало очевидно, зрителей не пришлось опрашивать, сразу стало понятно, что... Сразу же стало понятно, что здесь, конечно же, зрительские симпатии просто через край. Давайте перейдем к призерам. С третьего места начнем? Да, сейчас у нас третье место. Александр Маркуша из города Урюпинск. Значит, он у нас уже участвует в фестивале не первый раз. Человек очень настойчивый, очень музыкальный. Вот, ну, до этого, значит, он был лауреатом в разных-разных номинациях, да, и вот в этот раз он получил третье место. Давайте тоже послушаем. Без тебя, моя родная, я скучаю, Без тебя, моя родная, я не сплю, А когда тебя при встрече обнимаю, Понимаю, я тебя люблю. Итак, как вы оцениваете вот характер этого исполнителя? Вот, я сказал бы, что очень фанатично относится к музыке, да, очень любит. Я думаю, что если бы сейчас, например, он бы не получил, например, скажем, третьего места, то он наверняка бы приехал еще раз и еще раз, да. Ну, просто, просто ему это нравится, он этим живет. Давайте посмотрим второе место. Вы расскажите в двух словах, кто это, что за человек и что за песня. Ирина Крайдер, композитор, она сама из Германии. Обладает достаточно такими серьезными вокальными данными. Ну, вот мы с ней долго общались. Вот, оказалась очень довольна. Давайте послушаем. Красивая и вечно молодая С моей судьбы великая звезда Россия, ты все выдержишь, я знаю И зло тебя оставить навсегда Геннадий, расскажите, а как вы с Ириной познакомились вообще? Как она узнала о вашем фестивале? У нас специально для фестиваля создан портал, который называется «Город Шансона». Видимо, она там зарегистрирована. Ну, и я есть во всех социальных сетях вообще, какие только могут существовать. Меня как-то там находят, мне всегда пишут, у меня спрашивают. Вот, посредством интернета, социальных сетей и, конечно же, нашего портала «Город Шансона». Вот так мы находим друг друга. Ну, вот так вот она о вас и узнала, наверное. Да, первый раз она участвует? Да, первый раз. Вот это да, успех. А первое место кто занял у вас? Первое место у нас получил Влад Шатура, из города Шатура, Московской области. По-моему, я слышала уже что-то о нем. Да, замечательный певец, имеет колоссальные вокальные данные, такие мощные обертона. Он мне даже где-то напомнил, может быть, даже Александра Серова. Вот, кстати, у него в репертуаре, по-моему, тоже есть песня Александра Серова. Ну, вот он у нас фактически чуть-чуть не дошел до Гран-при. Может быть, там не добрал одну очко. Вот давайте послушаем. Заглянуть в глаза твои, Выпь и забыться. Тишине твоих волос Утонуть и вскрыться. Честное вино Бьется так легко. Геннадий, вы скажите, перед вручением номинации Гран-при, какое вот было состояние вообще в зале, среди артистов? Как всегда, оно самое волнительное. Все ждут, а кто же, а кто же, а кто же, да? Вот, всегда я поздравляю, то есть я объявляю. Вот, награждая победителя Гран-при, это уже как бы по традиции ежегодно. Вот, ну, в этот год тоже было такое волнительное чувство, как всегда. Вот, и победителем оказался у нас Алексей Матюха из города Орска. Это Оренбургская область. Угу. Сложно было вот сделать выбор в этот раз? Или это было очевидно? Это все очевидно. Это все очевидно происходит. Это все происходит по подсчету очков. Вот. Все это, значит, судится по десятибальной шкале. Вот, потом подсчитываются очки. Все как бы элементарно, так же, как и везде. Сколько раз исполнитель может выступить на фестивале, чтобы показать себя с разных сторон? Ну, если речь идет об одном фестивале, то, конечно же, две песни он исполняет, да. А в будущем он может приезжать каждый раз на фестиваль, как ему захочется. Давайте посмотрим, кто же у нас все-таки стал обладателем гран-при и с какой песней. За нагаду отладишь достойно, На ночах, чтоб не с околами рот, Рассказать, как же пить свою волю, Залетаешь, девчонок, Там уют, чистота и порядок, Но хватает своих мелочей. В ней возможно прожить без оглядок, Находи со степицей ничей, Что достало в душе твоей грусти, Что уж и здесь не твое, не жалей, Там расчетливо, вскорбный, грустно Отбиваю твоих лошадей. Геннадий, замечательное выступление. Как вам удается вообще собирать такие таланты в одном месте? Вы наверняка самых лучших, да, в России находите? Да, в России не только. Я лично сам занимаюсь отбором. Вообще, честно сказать, очень много заявок. Вот, и вот сам отбор, конечно, занимает достаточно длительное время. Вот в этот раз у нас было где-то, наверное, порядка, Наверное, 45-46 заявок на наш фестиваль. Вот мы отобрали 16 человек. Мы не можем, конечно, всех пригласить. В фестивале существует определенный регламент, Чтобы мы уложились в определенное время, Чтобы нам все успеть. Чтобы было интересно. Чтобы было интересно, чтобы зрителей особо не напрягать. Вот, и вот в этот раз у нас участвовало 16 человек. Что надо сделать, чтобы попасть к вам? Расскажите, вот тем, кто сейчас, может быть, смотрит, И на досуге. Есть такой портал «Город Шансона». Кстати, сейчас у нас образовался еще один портал, Который называется «Талант Парк». Все есть на нем. На этих порталах можно зарегистрироваться, Посмотреть какие-то новости О предстоящих мероприятиях. Там есть адрес, там есть электронная почта. Куда можно отправить заявочку, свои песни, фотографии, Ну и все, что там написано. Скажите, вот фестиваль «Венес Шансона» проходит уже в пятый раз. И наверняка за это время вы уже как-то подружились с какими-то партнерами, Может быть, со спонсорами. Появляется ли интерес компаний каких-то для того, Чтобы с вами сотрудничать? Да, ежегодно у нас проявляется такой интерес. Вот в этом году, именно в этот раз, Спонсором нашего мероприятия был ресторан «Вкус Востока». Мне хотелось бы поблагодарить нашего спонсора, Который любезно согласился нам помочь в проведении пятого фестиваля «Венеция Шансона». Ну, вы знаете, я слышала, что у нас в Рязани еще новое мероприятие планируется в ноябре. И под таким интересным названием «Мурка» сразу наворачиваются разные ассоциации у людей. Расскажите немножко об этом мероприятии. Какая там будет музыка? Ну, конечно же, само название «Мурка» уже говорит само за себя. Вот, фестиваль должен у нас пройти в конце ноября. Почему мы хотим сделать этот фестиваль? Ну, в последнее время, конечно, у нас шансон достаточно сильно видоизменился. Он становится, может быть, там какие-то разные направления. Танцевальный шансон, лирический шансон, там есть даже кавказский шансон. Ну, всякого очень много, да. Но в основе, как бы, этого жанра, да, который был у нас уже с 20-х годов, вот, все-таки лежала вот именно жанровая песня. Это катаржанские песни, например, да, какие-то. Это блатные, это уличные, это дворовые, да. Ну, вот. То есть шансон сейчас разделился. И вы хотите вот для него все-таки эту нишу историческую, правильно, историческую его рождение сейчас, как бы, возрождать? Хотелось бы его, конечно же, возродить. Скажите, а где Мурка будет вот этот фестиваль проходить? Уже планировали вы, знаете? Да, у нас он будет проходить традиционно во Дворце молодежи. В каких числах, понятно уже? Ну, ориентировочно где-то 25 ноября. А подать заявки могут еще, да, исполнители? Да, вот мы сейчас как раз уже разместили положение о фестивале на наших порталах. Уже все желающие могут. Спасибо вам за то, что вы пришли. Мы надеемся, что замечательнейший будет у вас проект новый Мурка. И что он также будет успешен и будет развиваться так же хорошо, как Венес Шансона. Приходите к нам еще. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова